Учение Завета сообщает нам, что книга Мормона представляет собой историю павшего народа. Почему же они пали? Это одно из главных посланий книги Мормона. В заключительных главах этой книги Мормон даёт ответ такими словами. «Вот, гордость этой страны, или народа Нефиева, является причиной их истребления». И за тем, чтобы мы не пропустили этого важного послания книги Мормона от павшего народа, Господь предупреждает нас в книге учения Заветы. «Остерегайтесь гордыни, дабы не стали вы, как древние нефийцы». Я искренне заинтересован в вашей вере и молитвах, поскольку я стремлюсь пролить больший свет на это послание книги Мормона о грехе гордыни. В течение некоторого времени это послание тяжким грузом лежало у меня на душе. Я знаю, что Господь хочет, чтобы это послание было доставлено теперь. Именно гордыня подрубила Люцифера сына Зари на предземном совете. «В конце этого мира, когда Бог станет очищать землю огнем, гордые будут сожжены, как солома, а кроткие унаследуют землю». В книге учения Завета Господь трижды повторяет фразу «Остерегайтесь гордыни», включая предупреждение второму старейшине церкви, Оливеру Каудери, и Эмми Смит, жене пророка. Очень часто грех гордыни истолковывается неверно, и многие грешат по неведению. В Священных Писаниях нет такого понятия, как «праведная гордыня». Она всегда рассматривается как грех. Поэтому, независимо от того, что может значить это слово в миру, мы должны знать, какой смысл вкладывает в него Бог, чтобы понимать язык Священных Писаний и получать от этого пользу. Большинство из нас считает, что гордыня — это эгоизм, тщеславие, восливость, самонадеянность или надменность. Однако, это лишь элементы греха, а не сама сердцевина, не суть его. Главное качество, присущее гордыне, — это враждебность. Враждебность к Богу и враждебность к ближним. Враждебность означает ненависть, злобу или сопротивление. Это именно та сила, с помощью которой нами правит сатана. Гордыня по своей природе подразумевает соперничество. Мы противопоставляем свою волю, воле Бога. Когда мы направляем нашу гордыню в русло противостояния Богу, нами овладевает дух, под влиянием которого мы заявляем, «Не твоя воля, но моя да будет». Потому что, как говорил Павел, «Все ищут своего, а не того, что угодно Иисус Христу». Наша воля в противостоянии воле Бога позволяет нашим желаниям, аппетитам и страстям оставаться необузданными. Гордецы не признают руководящие роли Бога в своей жизни. Они противопоставляют свое понимание истины великому Божьему знанию, свои личные способности, власти Божьего священства, свои достижения его могущественным делам. Наша враждебность по отношению к Богу заслуживает многих ярлыков, таких как мятежный дух, жестокосердие, упрямство, нежелание покаяться, надменность, чрезмерная обидчивость и ожидание знамений. Гордые хотят, чтобы Бог соглашался с ними. Они не испытывают ни малейшего желания изменить свои взгляды и привести их в соответствие с суждениями Бога. Другая большая часть этого очень распространенного греха гордыни — враждебность по отношению к своим ближним. Мы ежедневно испытываем искушение ставить себя выше других людей и принижать их достоинства. Гордые воспринимают каждого человека как своего соперника, мобилизуя свой интеллект, мнение, талант или другие мирские достоинства против других. Клайв Льюис писал по этому поводу. Гордыня не довольствуется простым обладанием чем-либо. Она требует, чтобы этого чего-то у него было больше, чем у соседа. Только сравнение возбуждает нас гордыню. Сознание, что мы выше остальных, приносит нам удовлетворение. Как только элемент соревнования пропал, пропала гордыня. На предземном совете Люцифер выставил свое предложение в противовес плану Отца, отстаивая ему Иисусом Христом. Люцифер желал, чтобы его почитали выше всех других. Короче говоря, его горделивым желанием было низвергнуть Бога. Священное Писание изобилует свидетельствами о серьезных последствиях греха гордыни для отдельных людей, групп людей, городов и народов. Погибели предшествует гордость. Она погубила народ Нефия и город Содом. Гордыня виновата в том, что Христос был распят. Парисеи были уязвлены из-за того, что Иисус провозглашал себя Сыном Божьим, ибо это угрожало их положению. А потому они уготовили ему смерть. Саул стал врагом Давида из-за гордыни. Он завидовал ему, поскольку толпы израильтянок возглашали, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Гордо и больше страшатся человеческого суда, нежели суда Божьего. Что подумают обо мне люди? Значит, для них больше, чем что подумает обо мне Бог. Царь Ной намеревался освободить пророка Авенадея, но его нечестивые священники, искусно сыграв на его гордыне, обрекли Авенадея на огненную смерть. Ирод был опечален требованиями своей жены казнить Иоанна Крестителя, но его горделивое желание выглядеть достойно в глазах возлежащих с ним взяло вверх, и он повелел убить Иоанна. Боязнь людского суждения проявляется в страстном стремлении добиться людской похвалы. Гордец любит больше славу человеческую, нежели славу Божью. Причина того, что мы делаем, лежат там, где мы видим грех гордыни. Иисус сказал, что Он всегда делал то, что Ему, Отцу угодно. Разве не было бы хорошо для нас, чтобы и нами двигало стремление угодить Богу, а не стремление возвысить себя над братом нашим и превзойти Его? Некоторые гордецы не так озабочены тем, соответствуют ли заработок их потребностям, как тем, зарабатывают ли они больше кого-то другого. Их награда быть хоть на волосок выше других. Это враждебность гордыни. Когда в наших душах поселяется гордыня, мы теряем свою независимость от мира и отдаем свою свободу в рабство людскому суждению. Крики мира заглушают шепот Святого Духа. Людские рассуждения берут верх над откровениями Божьими, и гордец отпускает железные перила. Гордыня — одна из разновидностей греха, которые мы охотно замечаем у других, но редко признаем у себя. Большинство из нас полагает, что гордыня — это грех, свойственен тем, кто наверху, кто, например, богат или учен, кто смотрит на других свысока. Имеется, однако, гораздо более распространенная среди нас болезнь — это гордыня, смотрящего снизу. Она может проявляться разнообразнейшими путями, такими как придирчивость, распространение сплетен, злословие, ропот, жизнь непосредством, зависть, мания приобретательства, неблагодарность и нежелание похвалить, что могло бы возвысить другого, неумение простить и ревность. Неповиновение — это по существу горделивая борьба против кого-то более авторитетного, чем мы. Это может быть один из родителей, руководитель священства, учитель или, в конечном счете, Бог. Гордец ненавидит сам факт, что есть кто-либо, кто выше него. Он думает, что это принижает его положение. Эгоизм — одно из самых распространенных обличий гордыни. Как это все скажется на мне? Вот центральный вопрос, продиктованный чрезмерным самомнением, жалостью к себе, стремлением к самовыражению в мирских вещах, самовосхвалением и карьеризмом. Результат гордыни — возникновение заговорных шаек, которые создаются, чтобы заполучить власть, выгоду и славу мира. Этот плод греха гордыни, именуемый заговорными шайками, погубивший цивилизации и оредийцев, и нефийцев, был и еще будет причиной падения многих народов. Другое обличие гордыни — раздоры. Споры, стычки, неправедное использование своей власти, нежелание считаться с интересами своих детей или родителей, разводы, жестокое обращение с супругами, необузданность, раздражительность и непредсказуемость — все это подпадает под категорию гордыни. Раздоры в семье ведут к утрате Духа Господа. Они приводят к тому, что мы отдаляемся от своих родных и близких. Масштабы раздоров широки, от неприязненных слов до всемирных конфликтов. Священные Писания сообщают нам, что от высокомерия происходит раздор. Священные Писания свидетельствуют, что гордые легко находят повод, чтобы почувствовать себя оскорбленными и недовольными. Они отказывают в прощении, чтобы считать другого своим должником и тем самым оправдать свои оскорбленные чувства. Гордые не в состоянии воспринять советы или замечания с легкостью. Оборонительная позиция используется ими для того, чтобы оправдать и приукрасить свои недостатки и неудачи. Гордые зависимы от того, имеют ли они ценность в глазах мира или нет. Их чувство собственного достоинства определяется тем, какое положение отведено им на лестнице мирского успеха. Они чувствуют себя состоявшимися, как личность, если число тех, кто ниже их по достижениям, таланту, красоте или интеллекту, достаточно велико. Гордыня уродлива. Она говорит, «Если вы преуспеваете, значит, я потерпела неудачу». Если мы любим Бога, исполняем Его волю и страшимся Его суда больше, нежели людского, мы сохраним чувство собственного достоинства. Гордыня — проклятый грех в истинном смысле этого слова. Она ограничивает развитие или вообще останавливает его. Гордецы с трудом поддаются обучению. Они не станут изменять свой разум, чтобы принять истины, ибо это подразумевает, что они заблуждались. Гордыня неблагоприятно воздействует на все наши отношения. Отношения с Богом и Его слугами. Отношения между мужем и женой, родителями и детьми, работодателем и работником, преподавателем и студентом и всем человечеством. Наша степень гордыни определяет то, как мы ведем себя по отношению к нашему Богу и нашим братьям и сестрам. Христос хочет вознести нас туда, где пребывает Он. Желаем ли мы сделать то же самое для других? Гордыня заглушает наши сыновьи и чувства по отношению к Богу и братские чувства по отношению к человеку. Она разъединяет и делит нас на ранги по нашим богатствам и нашим возможностям для обучения. Для гордых людей единство невозможно. И до тех пор, пока мы не станем единым целым, мы не Господня паства. Задумайтесь о том, чего стоила нам гордыня в прошлом и во что она обходится нам сейчас в нашей собственной жизни, в наших семьях и в Церкви. Задумайтесь о покаянии, если бы оно состоялось. Это могло бы привести к тому, что изменилась бы жизнь, браки бы были сохранены, а дома укрепились, если бы гордыня не удержала нас от признания своих грехов и отречения от них. Задумайтесь о тех, кто стали менее активными прихожанами Церкви из-за того, что они были чем-то оскорблены, и их гордыня не позволяет им простить, а значит, полной мерой вкусить от Господнего стола. Задумайтесь о десятках тысяч молодых людей и супружеских пар, которые могли бы служить на миссии, если бы не гордыня, которая удерживает их от смирения перед Богом. Задумайтесь о том, как расширилась бы храмовая работа, если бы время, затраченное на праведное служение, считалось более важным, чем многие горделивые стремления, которые претендуют на наше время. Гордыня воздействует на нас в разное время и в разной степени. Теперь вы можете понять, почему то здание и сналегия, что олицетворяло гордыню, было большим и обширным, и неисчислимым было множество людей, входивших в это здание. Гордыня — это вселенский грех, великий порог. Да, гордыня — действительно вселенский грех и великий порог. Противоядием от гордыни служит смирение, кротость, покорность. И это не что иное, как сокрушенное сердце и кающийся дух. Как хорошо это выразил Редерт Киплинг. В рожде и смуте есть конец, вожди уходят и князья. Лишь сокрушение сердец — вот жертва вечная твоя. Бог в силу. Нас не покинь. Внимли, дабы забыть мы не смогли. У Бога будет смиренный народ. Мы можем стать смиренными либо по собственной воле, либо по принуждению. Алма сказал, «Богсловенные те, которые смиряются, без принуждения быть смиренными». Так давайте же будем смиренными. Мы можем смириться, подавляя в себе неприязнь к своим братьям и сестрам, начиная оценить их, как самих себя, и поднимая их на нашу собственную или даже большую высоту. Мы можем смирить себя, получая совет и порицание. Мы можем смирить себя, прощая тех, кто обидел нас. Мы можем смирить себя бескорыстно, служа другим. Мы можем смирить себя, служа на миссии и проповедуя слово, которое смирит ближних. Мы можем избрать смирение, чаще посещая храм. Мы можем смирить себя, признавая и оставляя свои грехи и получая новое духовное рождение от Бога. Мы можем смирить себя, проявляя любовь к Богу, подчиняя себя Его воле и уделяя Ему первое место в нашей жизни. Так давайте же будем смиренными. Мы можем сделать это. Я знаю, что мы можем. Мои дорогие братья и сестры, мы должны готовиться к искуплению Сиона. Это был в сущности грех гордыни, который помешал нам установить Сион во дни пророка Джозефа Смита. Это был тот же самый грех гордыни, который положил конец посвящению среди нефийцев. Гордыня — великий камень преткновения для Сиона. Я повторяю. Гордыня — великий камень преткновения для Сиона. Мы должны очистить внутренность сосуда, побеждая гордыню. Мы должны покориться со внушением Духа Святого, отвергнуть горделивость естества человека, стать святыми через искупление Христа Господа и стать, как дитя, смиренными, покорными, кроткими. Ради того, чтобы мы могли сделать это и продолжать исполнять наше божественное предназначение, моя горячая молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.